Продолжение следует... 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 Да, вроде официальной войны нет, а в жизни уходят ребята. Раньше наши деды стояли, но раньше страна была вся. Сейчас война, я даже не знаю, как ее охарактеризовать, как ее озвучить, потому как одни воюют, другие живут между этой войной. Их, во-первых, никто в строй не ставит под ружье, и сами они, скажем так, не становятся. И получается, что одни бодаются в этой войне, а другие просто живут. Сообщение отстываю марку. 29-го блокпоста. Идиочно. Первая цель. Работа ПФП-2. Направление 42-го блокпоста. Ребята многих нет, и вот уходят. Ну, не знаю, может быть, это ненормальность уже какая-то. Оказывалось бы, нормальный, здравой человек взял бы просто, ну, как бы бросил все, да, да, соскочил с этого всего и занимался чем-то, чем-либо другим. Но чувство собственного достоинства, наверное, не позволяет какое-то. Ну, не знаю. Такое есть. Это, наверное, от особенностей характера, скорее всего. Как бы никого в курс не ставил, пошел и пошел. Я когда увидел, когда в Одессе-то десит авто спалили, тогда я уже сам для себя принял решение такое. А потом уже сказал, что я, где я нахожусь. Я знаю, что я поступил правильно. Да и мои родные тоже это одобрили. Конечно, переживают. Ну, а кто, если не мы? Я никогда не думал, что я еще снова возьму автомат в руки. Ну, приходится теперь с оружием в руках защищать свою республику. Даже если ценить стал лучше. Мечта внука обнять. Я же дедушка стал. Сына хочу видеть. Да и все быстрее это все-то закончилось. Жить стали по-человечески. Беспилотник. Надоела эта войнушка. Если бы уже погнали. Уже Великая Отечественная закончилась, если провести параллель. А мы еще топчемся на одном месте. Позиционная война идет. Сзади меня 200 метров он противник. Вообще-то все уже надоело, блин. Стоим на месте. Туда не сюда. Все уже устали от этого. Взять этот поселок Донецкий. Смотришь на людей, на этих, на бедных людей. Они с 14-го года под обстрелами. Детвора уже научилась различать, что стреляет, куда летит. Вообще-то очень все печально. А эти стреляют, им пофиг куда. По поселку, значит, по поселку. Они нас как бы за людей-то не считают. Нас вообще не, им не жаль никого. Вы же видели, разбитые дома, как люди живут. Без окон, без дверей. Все заклеено, все запечатано. Чтобы не до Бог свет где-то не проскользнул. Чтобы они не увидели. Детвора – это как мы живем тут. Как в 14-м году, в 15-м, как выкинуло с хати. Сидела, смотрела. Думаю, Алла прийде. Пойдем в погреб опять. Сидели три часа в погребе. Дивлюсь, одна ракета сиренева, другая красная, еще летит. Дед тут жив, побег додому, бо какие-то ракеты летят. Села и сидела, думаю, двери пооткрывала. Буду лететь, сюда текать. Я не успела тут, дивлюсь, вікна вже всипляться. Вікна посипалися, а тоді дві железяки тільки. Все. І більше я нічого не помню. Як викинуло в мене часово дев'ять, що воно тут робилося, чи гради, чи що. Хлопці казали, що гради. І викинуло, дивлюся, вже у три часа ночі встала. Думаю, де я є? Сніг, камінь. Думаю, не знаю, а тоді давай гукать. Думаю, я була залою, а при пам'яті. Але гукаю. Вийшла сусідка і вийшов той дед побитий теж із того двору. Вийшов, а я кажу, несіть мені хоч колоші, бо я кажу, один запах витягла, один не можу витягнути ногу. А він каже, я теж босий, той сусід через дорогу. Вони, що вони? Вони сказали, після війни ми вам усе зробимо. А до війни жити як? Як оце живемо? Як? Ну, скільки це може бути? Скільки? Уже п'ять років. І один той об'єкт чешуть і чешуть і чешуть. Люди добрі. Скільки це може бути продовжатися? Дякую. 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 идет заряжание ленты осколочно-фугасный главное тут первый снаряд чтобы он там в пазике зашел лента а тогда остальные уже пойдут прицеп обратно возвращаемся даже чуть-чуть докидываем ленту вверх летом 14 года для всех был конечно страх когда мы все не ожидали что противник будет применять столь тяжелое вооружение как авиация артиллерия системы залпового огня реально было очень страшно невероятно страшно лично говоря за себя я думал что попал в ад сначала это был дикий ужас потом последующие бои уже пошел адреналин стал уже кайф ловить после того как первые залпы выстрелы бой идет уже адреналин ощущение потом когда бой заканчивался требовалось опять еще и еще хотелось сам как доброволец и мы в целом как добровольцы сами напрашивались на хита боевые задачи и прочее а уже с операции дебальцевской уже пошло просто какое-то эмоциональное тупение когда просто выполняешь свою работу делаешь на автомате двигаешься и прочее но как говорится у каждого воина есть предел война уже затянулась те которые воюют больше трех лет у них уже нервная система скажем так уже наверное все таки сдают предохранители кончаются да здесь мы работаем делемся несколько устаревшим конечно вооружением тактика еще все это двадцатилетней давности но как показывает практика все успешно все попытки противника заводить нашей территории успешно отбиваются и при необходимости еще можно атаковать куда он денется мы же русские да и техника русская разогнать на линию посылания и боеприпаса все покидаю кабину наук командира осталось только закачать боеприпас ну как у автомата взвести затвор все машина бою готова а и 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 Я никак не думаю о противнике. Я могу думать о противнике с той точки зрения, с тактической. Как он может поступить, что он сделает, чтобы, соответственно, противопоставить симметричные действия. Все. Что они там думают? Мне абсолютно не важно. Передок протри, пожалуйста. Принято. Я на мёд начал работать, 82-й. Иди сюда. 82-й, дитя. Ты не кричи так сильно, все *** уже слышат. Ну и хорошо. Ничего хорошего нет. Мы и так слышим. Главное, что без мёда. Укомандир. Влад, не вылезай. Колодец, колодец. Я 10-й, да. Колодец, левее возьми, левее. Выше, выше возьми, выше возьми. Отлично, отлично. Ещё раз, ещё повторить. Короткий. Колодец, короткими, короткими, длинными не надо. Разброс большой, короткими. Осетин, осетин, осетин 10-му. Прекращай, прекращай. Чтоб не запалиться. Чтоб не запалиться. Сейчас я офиген. Китай! Сюда быстро! Плюс. Что? Паша угорел! Паша угорел. Паша угорел? Да, Паша угорел. Давай, я делаю Паша. Руки расставил на ***. Поехали. Работу закончили всё? Закончили работу или нет? Паша! Паша поверни. Паша поверни. Паша! Давай, 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 ещё. Давай, 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 ещё, 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 ещё. Колодец, колодец, я тебя не слышу. Десятый, я колодец. Я ухожу. Я принял, десятый. Принял, принял. Принял, принял. Удаём понять, что они уязвимы тоже. Потому что, несмотря на перемирие, они постоянно нас накрывают. У нас приказ молчать, не отвечать, а нас скроет. Как только мы чё-то ответим, они сразу колокола бьют. Броня гудит. Броня гудит. Здравствуйте. Здравствуйте. Плюс один, свинья, у левых. Стрельнику точить можете, которая движется. Быстро, быстро. А откуда движется у нас дверяга? С 29-го уходим на 7-го раза, правильно? Точно, туда. Здравствуйте. 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 Вы можете сказать, в каком направлении работает СМВ-2? Здравствуйте. сапог аккуратно может быть сапог гостя пожаловал ну засветись где ты курица смотри по моему уходит я пошел я на высоте ты это сам вы можете дать точные картины откуда работает бмп-2 на цели 427 она прекратила работать и находится в Терновнике это в Восток цели 428 Бугулька иди вниз иди иди маленький иди вниз мушка там все там работа по границе принял решение подавить вот и так и ружье Драгунова выпуст 44 года успешно применялся в вторую мировую войну поражал тигры пантеры и остальную немецкую технику в данное время может поражать бэхи БТР и так не берет также блиндажи и скопление пехоты оружие советское и надежное сколько гражданских специальностей ну так картинка легла что пришлось быстренько переквалифицироваться и и идти учиться заново совмещать армию жизнь и учебу хоть редко можно в нашем болоте выскочить на учебу но получаем 25 процентов педагог и 75 процентов шахтного отдела стахановский университет аббревиатура SUNIGOT поступил в четырнадцатом году на товарищное отделение шахтное дело по мне все уже края а есть рыба вяленая ну что хочешь открываем еще нет надо спать вода есть дело хорошее дело хорошее говорю а в лице что-то небо затянуло аккуратней собачку уходи а а а не понятно а Приняло. Слушайте внимательно. Да, веток садится. Начинка вкусная, даже так берешь панки, если приготовить, ешь с хлебом, то милую душу, за ушами трещит. Вот так мы аккуратненько заворачиваем, вот так, и помещаем ее в оборудочку. Вот берем другой лист капусты, так же самое. У нас их есть и получится, может штук пять-шесть должно. Остальное, если остается у нас фарш, мы его помещаем в томатный сок, который будет заливаться. Ну, почти чистый. Чего не видишь? Они провоцируют, на провокацию мы не отвечаем. У них быка много, пусть стреляют. Так, в основном ночные прострелы. Я говорю, скоро забудем, как стрелять. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сначала сыр ложится, под теплом расплавится, мы зальем тогда нашим основным витпором. Если так кому-то понравится, пробуйте, творите и радуйте. Бойцы пошли по своим делам, пока пройдут, уже будет все готово. Вот мы и живем. Оладушки, стервнички. Человек должен правильно питаться, у него должен быть и график, и режим. То есть он не только должен работать физически, но он должен еще принимать пищу. Туп, который дается диагностологами, правильное питание. Усиленный быствол, с ПКВТ быствол. Заряжать не будем. Сюда воскреси. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потому что сейчас только снег спадет. В принципе, нам уже, если мы сегодня рванем хотя бы метр, нам уже можно закрываться. Вот сюда, на черную землю. Ее видно, понимаешь, она явно выделяется. С беспилотника, если спалят, четко минами навалят сюда. Тюль просто поразбрасывать, чтобы визуально, как белый снег. И не заужать. Вот это вот, понял? Вот это вот, по-хорошему, здесь еще полметра минимум надо рыть. Копается нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут уже пристроился собак. Пристроился? Можно печки взять. Ну и все еще. Вот водородный слой земли-то. М? Водородный слой. Весной отгороды начнутся. Прием, да. Неплохо. Ее, ее, не ждать. Водородный слой. Водородный слой. Стоит в цепи. Вместе с В Rangers. Стоит в полу. Три-три трансляции. По окончанию обстрела полный доклад. Принял, они одиночными идут, интервал 12-10 минут, плюс принял. Сколько сюда было прилетов? Точно никто не скажет, но вот если просуммировать, например, в апрель, май, июнь, в сумме, наверное, тысячи-полторы мин и где-то 6-8 тысяч снарядов с БМП-2. Да вот, подойдем, посмотри. Плотность огня такая, что, видишь, снарядом тесно. Это не один, где-то здесь рядом еще одно дерево такое же торчит с дыркой. Ты же видишь, все деревья переломаны, ни одного целого не осталось. Была плотная зеленочка. Сложно говорить красивыми словами. На шестом году войны все красивые слова, как правило, уже закончились. Люди воюют за Ваню, за Серегу, за Петра, за то, чтобы отомстить за погибших и не дать погибнуть тем, кто еще живы. Да, он кручился. Да, 901-й где? 901-й сейчас замещает 90-го на расположении. Поехал. Ладно, хорошо. Хорошо. С вами сходить. Да, нет. Нам сейчас приходится очень сильно напрягаться для того, чтобы удержать свои позиции. Соотношение выпущенных снарядов по нам и с нашей стороны составляет, знаешь, разницу в полтора порядка. Не в разы, в десятки раз. Война идет уже седьмой год и конца края ей не видно. До сих пор не налажена нормальная экономика, что в Луганской, что в Донецкой области. До сих пор люди чувствуют неуверенность в завтрашнем дне. Да, выдача российских паспортов во многом как бы сгладила ситуацию. Люди, по крайней мере, понимают, что они в любом случае не окажутся брошенными. Но тем, кто живет в условиях постоянных обстрелов, им очень сложно объяснить, ради чего они терпят эти лишения вот уже седьмой год. Людям нужно знать конечную цель, ради чего они страдают, чего они добьются в конце. А мы до сих пор не знаем. Никто же так внятно не артикулировал, какова конечная цель этой войны с нашей стороны. Присоединение к России, полная независимость, может быть конфедерация с Украиной. Очень тяжело воевать, когда не знаешь конечной цели. Музыка 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 Потому что это же мы тоже анализируем потом. Смотрим, где они работают, куда они дальше продвигаются. Бензопила что ли? Это уже ближе. Несот, метров, 500. Залижись с бассейном, с тенью или слева, пусть послушают, где там на север от них бензопила работает. Мы вынуждены, вынуждены зачастую иногда занимать те позиции, которые нам не выгодны Но они выгодны для них, понимаешь? И для того, чтобы не дать им занять выгодную позицию Ее занимаем мы, да, хотя на нее и подход сложный, и удержать ее сложно Но если мы ее оставим, будет еще хуже Они занимают серую зону, мы их выбиваем из этой серой зоны, садимся на их позиции В следующий раз в другом месте то же самое Народу не хватает Два-три года назад как бы стояли редкой цепочкой постов А сейчас, как в Первую мировую, должна быть сплошная линия обороны А на нее нам пока людей не хватает Поэтому делаем такие вот опорные пункты Цель 402, 6 приходов АГС-17 И работа, цель 427, работа пока по нашим позициям Мы туда-сюда зашли 3 месяца назад Вообще ничего не было Первый подход Подходная траншея 120 метров Ну и остальное все То, что видите За три месяца Вот мы личным составом 10 человек Каждый день Метр за метром Кирка, лопата и все вперед Давим, давим, чтобы до мороза На эту высотку у нас был беспрепятственный подход При любом обстреле Стратегически важное место Очень важное Соответственно, оно много жизни сохранит И противника сдержит Каждый раз, когда копается позиция Думаешь, ну все, это последнее Последний рывок Последняя выкладка такая активная Задачу поставили Все, мозги переключились Тублер, боевой режим включился И вперед опять Опять новые позиции Стараемся, конечно, навязывать бойцам Именно правильные вещи С уклоном таким, чтобы они остались живы Самое главное Вот даже 30 мин прилетело тогда Все в этом блиндажике Находились в укрытии Вот, никто не пострадал На связи, Гранит Гранит, я в октябре Запрашиваю количество усил СБП-2 Около 20 А все, продолжай Смотри, вот рядом с цирками Да Да БМП-2 работает Глядит в сторону Голубовского Принял Раньше После высшего По Голубовску Принял Да, по Голубовске Да, по Голубовске Да, по Голубовске Выход Да, в район Голубовске Да, в район Голубовске Все хорошо, советское Самое качественное Все войну с ним прошло Скоро Скоро Сомерки Работают Редвигаться отсюда Чтобы по темноте не идти 82-го миномета 7-0 На данный момент Пока не можем подойти Гранит Опять стреляют Не угомоняться Готово Прям как дома Кратушечка как дома Вот у нас котик Вася Он тоже любит Жареную картошку Домашняя капусточка Жена готовила Приехала на поселок Передала Это салатик Домашний тоже Жена готовила Летом огурцы В маринаде Как лечо Я специальность Электрогазосварщик Зарабатывал неплохие деньги На вахтах В Россию ездил А тут по Украине мотался Ну Беда пришла к нам Приходится повременить С большими шабашками Больше всего не хочется мирных жертв То есть детей, пенсионеров Ну и обычных людей Иногда при обстрелах залетает В город и в поселки То в Голубку, то в Донецке Бывает такое же среди мирного населения Оказываются жертвы Опять Возобновился обстрел Сейчас работает Калиберный пулемет По нашей позиции Со стороны противника Тут отсюда вас совсем по-другому Витал ДС 30 Нет БМП? Это БЭХА Он, выхода 410 Где-то Вот там по карте Левая сторона Работает Кто что слышно? Пошли, брат Пошли, брат Пошли, брат Не веселось Нет Он КРИК Цвистит, цвистит Да, я же говорю, чтобы она стреляет Годишь, доктор пропустил, в больницу слух хороший. Для меня как война, еще и раньше говорили старые истории, в принципе война это всегда грязь, пот и кровь делал, это конечно страшно, каким бы ты воином не был, не казался, допустим, как думаешь про себя, все равно на войне становится страшно, очень. ЖК! Жек! Давай, бери ПК, пошли со мной! Давай, давай! ЖК! Слышите, бери ПК! Не бери ПК! Не бери ПК! Пришел, дед! А я тебе говорю! Я знаю! 12.7, мне прям не усовываться! Тварь! Не дают! Крупником кладут! ЖК! ЖК! Давай низ ПК! Цели 4.66, 4.65, шутуальный огонь! ПК, крупно-толиверный пулемет в район наших позиций! 5.14 Клинит пулемет! Кочегар! Работа, ***! Куда ты досел? Семельки кланяемся. Самое страшное, что ответить не будет. Семельки кланяемся. Семельки кланяемся. Семельки кланяемся. Семельки кланяемся. Сейчас навалим с другой позиции. Семельки кланяемся. 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 Один в дозоре мы работаем. В дозоре пацаны человек. Я их отдал с микрота. Да, я их отдал с микрота. У меня два новинки пришли. Сейчас их в штаты ведут. Нормальные? А? Один, не знаю, проблемный. Один нормальный. С водителем на УАЗике пока в данный момент работаем. Ладно, ребята, вы пока не снимайте. Я как раз уж приперся. Тут тоже поработаю немного. Понимаешь, у нас в ходу тут две поговорки. Лучше быть уставшим, но живым, чем отдохнувшим, но мертвым. И вторая. На этой войне все люди делятся на тех, кто копает, и тех, кого закапывают. Как ни странно, но на передке люди больше воюют с лопатой в руках, чем с автоматом. Основное оружие это лопаты. На конце этой лопаты мы наступаем на противника. Этой лопатой мы закрепляемся на новых позициях. Держимся, тяжело, очень тяжело. Я даже не знаю, за счет чего продолжают держаться мои ребята, но тем не менее, держимся и держимся крепко. Ломаться мы не намерены. И, честно говоря, искренне и по-хорошему удивляюсь своим бойцам. Ведь им-то еще тяжелее. Если у меня есть возможность там, условно говоря, воевать, сидя в штабе или на ЗКП, то они-то постоянно находятся на переднем крае. Торейский Уже Вопрос в том, войну-то не мы начали, вот и все Как бы по ним там ни говорили, они там за свою землю, за то Да, и они там воюют за целостность Украины Но кому она нужна, эта целостность, если они сами против нас повернули оружие Они начали Майдан, они начали это все Я пошел на контракт, во внутренние войска служить Нас сразу закинули, с военной частью перекинули на институтскую Там мы стояли, там мы встретили эти первые волны националистов Впервые, как увидели, жгут коктейлями Молотова Реально столкнулись с агрессивной дикой толпой Просто как тараном сминали нас, потом подогнали еще бульдозер И прям бульдозером начали оттеснять, давить прям эти щиты наши Все, назад отпихать Я это впервые тогда увидел, на что они это способны Просто давить техникой человека Потом они уже просто до такой степени, они уже смелели Начали кидать коктейли Молотова При мне с моей военной части один товарищ, ну он очень сильно пострадал Я тогда впервые это увидел, как кинули коктейль Молотова И просто человек загорелся Его пытались этими одеялами всем тушить А оно даже мы ничего не могли сделать, пока огнетушитель не появился Это очень просто такое зрелище, именно на тот момент было страшное И даже неприятно, даже вот этот запах паленого мяса Вот это, это просто тогда, ну тогда это было шоком для нас Если б, ну у нас бы реально были б на тот момент такие полномочия По применению огнестрельного оружия, всего того Майдана б не было, мы просто б их бы смели б и все И все было б нормально дальше Вот и все Мы по совести поступали Да, возможно где-то и были выпиющие случаи Без этого никуда не денешься Но мы стояли за целостность Украины в тот данный момент Они вот это пробили, 120-е какие-то непонятные Плиты аж попробивали, в землю позалазили Хотя в день штурма, вот 120-й миномет попадал Они вот все повстревали, не разорвались Все торчат здесь Ну вообще, как по мне, на войне, наверное, самое страшное Это, да большинство людей с этим могут согласиться Те, кто это повидал Это всегда, конечно, артиллерийские обстрелы Это очень страшно Когда оно попадает, проламывает блиндажи Окопы Пули то, от этого всего можно спрятаться А вот, по моему мнению, да Артиллерия, это самое страшное, что может это быть С чем ты можешь столкнуться в реальных боевых действиях Я сам верю в Бога, как бы, да Я всегда обращаюсь и благодарю Когда, даже если у меня просто там что-то, ничего, ну, как бы Просто благодарю за то, что, ну, за многое Ну, и везение тоже Очень такое везение, как бы Не спешу умирать, если честно И наслаждаюсь просто жизнью той, что нам отмерено Каждый день прошел, и слава Богу Честно говоря, если бы прокрутить все обратно Я даже другого, наверное, решения бы не сделал Как бы, никак не сожалею, как бы Наоборот, я понял, что Страшного здесь, в этом ничего нет Кому-то грязную работу нужно делать Правильно? У нас же не все бухгалтера У нас кто-то и дворниками работает Они же и сантехниками, верно? Каждый выполняет свою работу, как бы Свой вклад делает Не могут же быть все белые воротнички Правильно? Сидеть за компьютерами и вообще Кто-то должен проявлять внутренний стержень Там, я не знаю, твердость какую-то Русский характер проявлять Себя самореализовать Именно в этом указывая все То есть, как бы, тут Здесь, тут в любом случае Ну, как бы, нужно это делать Ну, как бы, ну, как бы, ну, как бы Я продукты привез, почему она привезла? Сейчас он деду отдам машину Вот как? Просто так не может быть Ну, любой ситуации просто Ну, нету, понятное дело Сань, ну Ну, что, ну я не с неба упал Ну, не сами же с БМП расстрелялись Малой погиб, так меня же в Луганск таскали Так это обычная процедура Вот, понятное дело А когда два и дальше идет Понятное дело Сейчас на ней догонят Сейчас и тебя потащат Он же у тебя во взводе Вот, сейчас и тебя потащат Вот, так что это будет там Через пару недель Ну, там ничего такого скажут Что ты не хороший человек У тебя люди гибнут А ты к этому отношения не имеешь Какой, на какой войне люди не гибнут Ну, таки не удастся Уже Сколько ребят Захоронили, да Уже столько раз были на этих Похоронах Что ты уже знаешь Как последовательно Все, что как будет, да Не то, что ты там Раз в 10 лет Или раз там Два раза в жизни своей Там на похоронах побыл Ну, может быть, там Пяток А тут уже столько раз Что Ты даже не плачешь Если честно, знаешь Подсознательно Вот ты к какому-то Вот, как Кулак сжал, да Вот, то есть Мозг не расслабляется Не осознаешь Ну, как, ты понимаешь Что, да, погибли ребята Ну, как-то Даже не плачешь Ну, то есть Расстройства нет А потом Где-то на второй Или третий день После того, как уже Все, всех вытянули Вот, не знаю Наверное, скорее всего Все-таки Нервная система Начала отпускать Да Слезы полились рекой Просто Я вот в подушку Захлеб Просто рыдать начал Проплакался Было такое Да Организм скинул Видать напряжение Вот это вот Уже Ну, пик какой-то был Вот Вечная память Самое, скажем так Тяжело Это когда Ты набираешь Номер родных И первое Это говоришь В 14-ом Много народу Пошло защищать Нашу землю Нашу историю Нашу культуру И наш язык Многие погибли А многие устали И только Единицы Реально Единицы Самых Сильных Самых Идейных Самых Крепких Людей Про которых Говорят Соль земни Они Пять лет Оставались На переднем крае И вот Мирон Один Из таких людей На которых Держится Весь этот мир Пять лет Без передышки Под постоянным огнем Не сломался Не согнулся До последней секунды Был с нами И погиб Как честный солдат С оружием В руках Война Рано или поздно Закончится Обязательно Закончится И нашей победой И после победы Мы вас дадим Все почести Каждому нашему Погибшему Каждому Кто не дожил До этой победы А пока Пока вот ради таких Как Мирон Как десятки Таких же мужиков За последние пять лет Ледшие в эту землю Окропившие ее Своей кровью Вот ради них Мы не имеем права Не сделать ни шаг назад Не бросить оружие Не повернуться спиной На плечо На плечо Залпом Плещ Залпом Плещ Залпом Здесь на войне Никто не загадывает Больше чем На день вперед Ты не знаешь Где ты очутишься Через час Ты не знаешь Будешь ли ты жив Завтра Мы тут Живем Здесь И сейчас Наши планы Как правило Очень Краткосрочные И раз На ход Раз Я там газовать не буду Саня Мне вообще и добрый Запретил ездить туда До стены Ну скажите Послушай Я старший Я буду отвечать Все равно Я понимаю Я не хочу сдохнуть Из-за двух Вот этих шпал Я тебе говорю Серьезно Я там газовать Ты знаешь для чего Приеду туда Заглушу Ты знаешь для чего Мы их везем Знаешь прекрасно Ну что ты начинаешь Я тебе просто говорю Это укрытие Это жизнью Я приехал туда Заглушил машину И все Глуши Глуши значит так Выгрузят Что ты начинаешь Рассказывать Я просто говорю Что я газовать там не буду Пол метра там Вперед дал Да и все Критическая ситуация Моз Включай и все Понял Интуитивно все делай И ошибок не делай Вот ребята сделали ошибку Они выскочили из дома Ты должен понимать Что если БМП работает Ну залепили там в окно Хорошо Они не пострадали Они выскочили Это ж не миномет попал А они получается Вышли на линию огня Ну и окоп не помог Понимаешь Поэтому все печально Металлолом восстановится Железо А вот Жизни нашей Никто не вернет Я просто заходил Блин А сейчас-то начнешь Руковая работать Машины Ты за стеной Сразу становись Подворачивай И за стеной Тем более Она тихо У тебя работает И вон ты От стены Отъезжаешь Тебя не слышно Разберемся Все хорошо Хорошо Я понял Готов Здесь ты как бы В каком-то вакууме Тут своя жизнь Военная своя жизнь Именно ближе к передку Чуть дальше уходишь В тыл Там совсем другая жизнь И Это Ты ощущаешь Очень сильно Я раньше не понимал Почему Нас дергают На концерты Какие-то Зачем У нас И так Важные дела Есть Незавершенные Потом понял Чтобы Просто Ребята Раскрепощать Чтобы они Не зацикливались Только на войне Потому что Очень тяжело Будет Адаптироваться Синдром войны Он свое дело делает Мне всего 15 Это значит Я в счастливом детстве Жить должна Но душа Моя сегодня Плачет Детство У меня Крадет война Не могу судить Кого-то Злиться Слезы вытру И зажгу Свечу Чтобы снова Тихо Помолиться За Донбасс Где я Расти хочу Боже Пусть мой папа Как и прежде Нас целует С мамой Перед сном Ты не дай Сгореть Моей надежде Что на землю Нашу Мир Я молюсь Чтоб дети В мире Жили Чтоб не голодали Старики Чтоб нас Случайно Не убили Вешая Жестоко Ярлыки Чтобы мы Родных Не хоронили Не бежали Прятаться В подвал Господи Мы так Тебя молили Почему же Ты не успевал Перед боем Тихие Теплые Вечера И покрыт Тревожною Сон Тишиной У вчерашних Мальчиков Немностерки Новые И письмо От мамы Собой Здесь Сюночка Вела звезда Одинокая И туман Прозрачный Лежит У реки Здесь Березы Белые Травы Высокие Врагу Должен Дальше Пройти А закаты Алые 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 Перед боем Выстрелы Не слышны Не об этом Вместе с тобою Мечтали мы За четыре дня До войны Полыхнули Полыхнули Взрывы И небо Обрушилось Солнце Не видать Прячет Дым А стена Спят Березы Белые Травы Высокие Забрала Вас Мальчики Война Отстояли Родину Годы Суровые Нет Следов Далеких Дорог Боевых Нужно Чтобы Помнили Мы С тобою Помнили Имена Героев Своих А закаты Алые 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 Перед боем Выстрелы Не слышны Все Внимание На технику Декабранированная техника Для доставки фехлота И огневой поддержки В данном случае БТР-80 Экипаж Два человека Вмещает Себя Одно Мотострелковое Один Выстрелы Вмещает 500 Патронов Также Пулемет Калашниково-танковый 2000 Выстрелов И ПТУР Противотанковая Управляемая Ракета Есть 9М11 2 км 9М13 На 3 км Сам по ТРК Цель Не ловит Поэтому Ловит ее Оператор При помощи Противотанковая 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 Один стреляет Второй После выстрела Заряжает Все Вот он Заряженный Иди сюда Народи Становися Сюда Я буду Заряжать Видишь Что видишь Видишь Свет Сверхкрути Вот эту Это верхний Нажимай Бах Все Быстро Молодец Не взлетай Спасибо 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 Провод 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 Дай Провод Руку Дай Все Разматывай Вытяни Вытяни Рюкзак Вытяни Вытяни Рюкзак В глаза Все Разматывай Провод Разматывай Так Стоп Рюкзак Надо вытянуть Все 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 Переминируем Кстати На зажигалке Мононить Осталось Давай Зажигалку Сюда Понял Все Подпускай Поближе Они там На помынке Нарвутся В открытую Все Пойдет Тень Сидит Ага Понял Все Рацию Включил В общем Смотри Артем Вот это Все Так Аккуратно Если Чуть Чуть Сразу Рации Катушку Засунул Чтобы не видел Понял Либо Замаскировавшие Ко мне Так Давай Последи Тень Уже Там Слишком Долго Один Долго Долго Спасибо за субтитры Вам Уже ator Тихо, тихо, тихо. Что? Тарелка лежит. Какая? Вот у которого ее сбили. Лежит? Да. Значит, они не приходили. Я не знаю, черт, вот там где-то ниже кто-то сбилил дерево и поволоке. Видно, да? Блин, слышно. Лопату дай. Все, опустись вниз, опустись на автомат. Сейчас и вот здесь вот поляну минируем. Вот. Давай. Вот. Изотку привез его в заемку. С той стороны на управляшке поставим за дороги. Чтобы все доехали. Да. А потом я расскажу как все коллективным разумом подумаем. О, где? Да. Я расскажу как все коллективные подразумения, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И опять на поединок пошел Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Я даже не знаю, как это объяснить, что это гражданское, не гражданское, это сумасшествие какое-то, стравили людей просто, просто стравили, да и все. Вот эту травлю прекратить, как бы всему свое время, она прекратится, и люди просто отойдут от этого всего. Я уверен, что все поменяется, а мужики переключают мозги. Ведь за последний год намного тише стало, верно? Прощение, конечно, только после наказания определенного округа людей. Потому что кто-то же должен отвечать, верно? В Библии тоже сказано, да? Даже ребенку нужно дать розыгар, дабы отстегнуть его от каких-то плохих дел. Так же самое здесь. Виновных конкретных верхушкой нужно наказать. И не просто там как-то наказать, а так наказать, чтобы запомнили. Проверяем. Все работает. Если ты визуально противника не видишь, это не означает, что тебя не видят. Тут надо очень бдительно быть. Постоянно быть на чеку. Постоянно. Но любой командир и, в принципе, любой боец должен вести себя так, чтобы максимально обезопасить свое местонахождение там. Все продумывать, полностью включать мозги, ни в каких иллюзиях не летать. Тогда ты будешь жить. Не слушать то, что тебе говорят более опытные, более старшие, самое главное. Прислушиваться, иначе будет беда. Ловишь себя на мысли, что ты перестаешь обостренно воспринимать чувство страха. Это не есть хорошо. Ты работаешь в зоне риска слишком часто, слишком долго. И подсознательно ты уже не видишь разницы. Ты ощущаешь, конечно, что тебя могут убить, подстрелить, ранить, подорваться ты можешь. Но все равно притупляется. Это адреналин, скорее всего. Своё дело делает. И получается, кто может быть внутренне, не осознавая сам, зависим уже немного к риску. Порой бывает на мысли себя ловишь, что другой бы не пошел, а ты лезешь. Для кого-то это сумасшествие, минное поле там обходить, ревизию какую-то делать. Человек все равно привыкает. Порой бывает даже в увольнительную едешь. Такое ощущение, что ты с другой планеты попадаешь в город. Домой приезжаешь, переоделся в гражданку, все, ты переключаешься. То есть это как работа, как работа. Ну так, что страшно? Ну инвалидом остаться, наверное, страшнее, чем погибнуть. Хорошо, если рядом с тобой достойная женщина, семья и все такое. Но это редкость. А так, если что-то происходит, лучше пускай сразу. Все. Ладно. Если у нас будет хватать людей, мы хотя бы будем туда выходить хотя бы на день. На ночь минировать и уходить. Да. Просто хотя бы просто сделать так, чтобы они не в погребе сидели здесь. И два человека дежурит, а два в погребе. Лето настанет. Можно два на трубе, и сюда можно два-три человека. И, в принципе, это нехватка людей уберется. Потому что от того, что они в подвале сидят только никакого. Ну, просто их надо занимать. Их надо пробовать занимать. Ты наши проблемы знаешь. Что надо, гранит там, что ли, разве получается? А, ну да. Да. Цент там, да-да-да. Цент, вот он, чуть ниже гранита. Сколько дальность была там? Тысяча двести метров. Тысяча двести... Тысяча двести семьдесят. Тут такая же дистанция. И все. Мы залезли прямо до них туда, в зеленку. Нашли их оборудование, там, аккумуляторы, там, кобеля. Заминировали, там, ушли. Вот. А этот яр заминирован. То есть, как бы, да, там подрывы были. То есть, дичь, возможно, снимала. А может и нет дичь. Ну, там, косули ходят. Фазаны. Пымэмки, озээмки, монки. Ну, то есть... Ну, хотя это тоже можно снять, но, в любом случае, что-то... На что-то они уткнутся. Больше всего, честно говоря, беспокоит там это в лоб. Вот. Они довольно-таки часто используют нахрапом идти в лоб. Казалось бы, да. Где-то, как обычно, там, обойти там. А это в лоб. Вот два случая было, когда именно в лоб шли. Соткуда? Соткуда собаку взяли? А? Соткуда взяли? Соткуда взяли? Не надо. Все. Вот это. В лоб. Вот эти 150 метров. Вот. И в случае необходимости или же их неактивности, может, даже и сегодня, да. Нажимаем на кнопку и сносим их. Угу. Хорошо. Мы еще хотели с кочегаром дров напилить. Те ветки повытаскивать. Не, эти, которые там вот. Ну, которые пилили, когда их распилили. Какой-то личик. Нарт. 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 Дима, расход. 120 патронов. 5,45. Ага. Принял вас. Все, у нас времени нет. Попил. Давай, дожимай. Расход, брата, дай. Сань, передай катушке. Катушке. Соксюду стреляют. А? Какая? Этот сантим работает. Вот так 470. Володя, иди сюда. Стреляем куда, не отвечать? Не отвечать. Никакого боя. Все понял. Потому что мы зайдем вперед, свое дело сделаем и выйдем. То есть все делаем тихо. Бакс, я 10-й, нахожусь на горе 3. В районе 29-го блокпоста взлетел беспилотник. Говорят, сконцентрирован полностью на оружии. Это первое. То есть вот ты, если ты с ножом полез, значит только нож, да? Если ты полез, ну и там и граната обычно. Ну как бы если там с автоматом не очень-то удобно. Бывают такие моменты, что берешь просто гранат. А так вообще концентрируйся на оружии, чтобы быть первым. С предохранителя снято все. Под контролем автомат самое главное. Чтобы если противник появляется, ты мог первым отработать. Потому что шансов у тебя не будет. Володя, пойдем. Здесь, если вы шагнете метр, я тут помояну. А здесь вот так все перекрыто. В ту сторону то же самое. Ты мне скажи, чтобы он вперед, чтобы он вперед ни в коем случае не шел. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Что, опять за машину за мной убивают, что ли? Значит, Володя, замечательно смотри, дистанцию держишь. Самое главное – тихо. Торопиться никуда не надо. Тихо пришли, незаметно ушли. Ты не поверишь, мне сейчас приказ с вышестоящего командования покинуть позицию в расположении и помогать в старшине доски пришпиливать к этому. Вот как быть, как работать, я не знаю. Здесь получается менее важное, чем эти доски. Бред полный. Это не армия. Ты уйдешь по моему маршруту. По моим следам. Кстати, лунная ночь, луна подымается. Можешь заскочить? Можешь заскочить? Можешь заскочить? Можешь заскочить? Можешь заскочить? Можешь заскочить! Дверь? Можешь заскочить? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...